это мой небольшой арсенал с которым я тренируюсь вот с этим дома не побить светильники и мебель укороченный вариант и все вот это на природе на даче в лесу хочу предоставить вам шашку на 348 грамм с балансом сто тридцать семь то ли сто тридцать восемь сомнений черкесской шарки мне 70 лет шашка реплика черкесской шашки весом 360 грамм вес линка 254 грамма есть мнение что такой шашкой можно рубить только яблоки апельсины и бутылки с водой и для боевой работы она неприводна в силу своего легкого веса на самом деле так на самом деле в 16 17 веке такая шашка у черкесу была распространена она успешно использовалась сильными боями а также было во времена кавказской войны у черкесов в дальнейшем и использовали успешно ее и терские казаки такая шашка просуществовал достаточно долго участвовала как первой мировой войне в дикой дивизии в дальнейшем судьба такой шашки была в доменных печах или где-то соржавела силу своего тонкого лезвия свое тонкого сечения на самом деле давайте проверим ну что способна такая легкая шашка и кроме множества порезов я думаю что это очень серьезно рубище оружие давайте проверим последний немножко я такими движениями так в 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 Мимо. 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 Клинок из лидированной стали. Ручка деревянная из кротного дерева. Заклепки. Медь. Шашка весом 355 грамм. Задача установить, является ли шашка боевым оружием, применялась ли она в Кавказской войне, 300-350 грамм. Сможет ли она прорубить шапку и нанести серьезный урон голове противника. Голова противника, слава богу, нет, а есть тыква. Ну вот, можем посмотреть. Вот такой заход у меня получился после пробития шапки. Шапка, кстати, была с амортизацией. Вот, ну, по-моему, ущерб нанесен серьезный или невосполненный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok